Журналисты, представители НПО и кандидаты в депутаты Народного собрания Гагаузии обсудили в Камрате итоги мониторинга средств массовой информации в предвыборную кампанию по выборам депутатов Народного собрания Гагаузии. Некоторые СМИ продвигают лишь одно политическое течение и ими же финансируется, утверждает Петру Маковея, эксперт, представитель ассоциации независимой прессы Молдовы. Телевидение ЕНИАЙ занималось активно продвижением одного единственного политического течения. И если я смотрел новости, и там не было репортажа о том, какой хороший кандидат господин Тарнавский, как он заботится о жителях муниципи Камрат, я даже думал, что, наверное, что-то случилось. В данном случае КСТР не может применить санкции к СМИ из Гагаузии. Почему? Потому что регламент, который был утвержден, был утвержден здесь у вас на месте. По его мнению, претензия в данном случае не к тому, чтобы оспаривать личностные качества кандидатов, а к тому, как СМИ выдавали информацию. Представитель общественной компании ГРТ Вера Сырбу отметила, что не видит каких-либо существенных нарушений со стороны телерадио Гагаузии. Ограничений по приглашению тех или иных лиц или кандидатов запретов не было. И компания воспользовалась своим правом, даже лицом к региону, пригласить ту же Ирину Влаг или Петр Влаг. Участники круглого стола затронули и тему гендерного равенства и участия женщин в политике. Несмотря на то, что более 30% кандидатов в депутаты были женщины, в итоге в народное собрание избрана всего лишь одна женщина. Безусловно, избиратель является судьей, избиратель решает, кого выбирать. Но если в обществе существуют какие-то определенные стереотипы в отношении женщины, в отношении того, что женщина не может быть хорошим политиком и не может быть хорошим общественным деятельным, это, конечно, безусловно, влияет на выбор того же избирателя. Заместитель премара Чедерлунги, бывший кандидат депутата Народного собрания Гагаузи Любовь Захарея и Петр Курдогла отметили, что журналисты автономии на этих выборах не проявили активности в своей работе. Анализ всей этой ситуации позволяет сделать выводы, что СМИ Гагаузи просто-напросто разленились. Не хотят наши журналисты работать. Почему, не знаю. Может быть, зарплата плохая, может быть, какие-то другие, может быть, страх перед властью. А по поводу кабельных телевидений, о чем вы говорите, если примар города Камрад выделяет деньги АТВ и ИНИА? На кого он будет работать? На общественность? О чем вы говорите? Они также добавили, что средства массовой информации могли бы информировать граждан, чтобы они знали, чем должен заниматься депутат и каковы его прямые обязанности, которые никак не связаны со строительством дорог, открытием новых рабочих мест и желанием войти в тот или иной Международный экономический союз. И частные и общественные ТВ занимались косвенным продвижением кандидатов.